В связи с наступлением «Чёрной пятницы» крупные цифровые магазины объявили о скидках на большое количество игры. В Steam в течение нескольких дней можно купить игрушки со скидками от 30 до 80%. Акцию назвали «Исследовательской распродажей» и она будет длиться до 2 декабря 21.00 по московскому времени. Будут сброшены цены на сотни позиций, но самые интересные проекты будут продаваться по бросовым ценникам всего 1-2 дня. В Battle.net от Blizzard тоже серьёзно подешевеют ведущие игровые продукты. До 2 декабря можно выгодно приобрести World of Warcraft со всеми дополнениями, кроме последнего, StarCraft 2 и Diablo 3. Origin тоже не отстаёт от конкурентов. Там можно по бросовым расценкам заполучить лучшие игрушки от Ubisoft и Electronic Arts. Причём геймерам предлагаются не только новинки этого сезона, но и такая классика, как стратегия Syndicate, которую можно получить с 50% скидкой. 3 апреля 2015 года хардкорное RPG Dark Souls 2 выйдет в составе расширенного издания под названием Scholar of the First Sin. Оно создаётся с прицелом на новые консоли — Xbox One и PlayStation 4, но появится также на компьютерах и приставках прошлого поколения. В Scholar of the First Sin войдут три дополнения, проходящих под общим заголовком Lost Crowns Trilogy. Будет добавлен один новый персонаж и многочисленные новые монстры. Ещё обещаны более сбалансированный геймплей и обновлённая графика. Если вы раньше уже купили копию Dark Souls 2, то все эти нововведения, ну, помимо трёх аддонов, будут бесплатно добавлены в игру с выходом патча 1.10. Приближается выход Shroud of the Avatar — духовной наследницы классической RPG Ultima. Собирать деньги на свой эпический проект Lord British, он же Ричард Гарриот, начал ещё весной прошлого года через свой сайт и сервис Kickstarter. Сейчас проект собрал уже более 5 миллионов долларов и почти готов к релизу. В сервисе Steam стартовали продажи в рамках раннего доступа. Причём люди, купившие игру до 1 декабря, получат скидку в 15%. Судя по трейлеру, наряду с открытым миром и приключениями, нас ждут занятия ремёслами, строительством и мореходством, как в легендарных Ultima 7 и Ultima Online. Компании Sony придётся выплачивать компенсацию всем тем, кто купил её портативную консоль PS Vita до июня 2012 года. Это связано с рекламой, которая вводила покупателей в заблуждение. Речь идёт о заявленной функции удалённой игры с PlayStation 3. Обещалось, что можно будет поставить любую игрушку на паузу и продолжить её на карманной приставке. Однако в реальности такая возможность была реализована лишь в некоторых проектах, да и то довольно неудачно. В итоге, Федеральная торговая комиссия США вынудила компанию выплатить отступные всем обманутым покупателям, каждый из которых теперь может взять либо 25 долларов компенсации, либо чек на 50 долларов для покупок в PSN. Sony Pictures стала мишенью изощрённой хакерской атаки со стороны группы киберпреступников, называющих себя «Хэштег GOP». Утро 24 ноября началось для сотрудников корпорации довольно необычно. Рабочие компьютеры после включения показывали на экранах заглушку, гласящую «Внимание! Мы получили все ваши данные, вплоть до секретных и сверхсекретных! Если вы не будете выполнять наши требования, то данные будут обнародованы!» Часть похищенных данных уже выложили в сеть. При этом похитители так и не предъявили свои пожелания. Также хакерами временно были взяты под контроль официальные аккаунты в Твиттере. Но эту проблему быстро решили. Из-за этого сотрудникам Sony временно пришлось отключить рабочие компьютеры и перейти работать в домашнем режиме. Компания StoreDot из Израиля анонсировала сенсационный аккумулятор, который способен зарядить смартфон буквально за 30 секунд, а электромобиль — за 2-3 минуты. Новый тип батареи создан благодаря нанотехнологиям. В нём используются биоорганические молекулы, которые в разы повышают скорость накопления энергии. Сейчас ещё не идёт речь о массовом производстве, но технология настолько заинтересовала крупный бизнес, что уже привлекла 48 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов отметились Роман Абрамович и азиатский производитель мобильных девайсов. В случае выхода этой технологии на рынок, функциональность мобильных гаджетов и электрокаров выйдет на принципиально новый уровень. Компания MadCats объявляет о старте продаж игровой мыши MMO-TE. Кроме того, уже в декабре на витринах российских магазинов появится геймерская клавиатура Strike-TE. Новые устройства предназначены для самых вдумчивых поклонников шутеров и MMORPG. Обе новинки созданы с учётом пожеланий киберспортсменов и соответствуют самым жёстким требованиям. Мышка MMO-TE оснащена блоком боковых кнопок с возможностью тонкой настройки и выполнена в раздвижном корпусе, длину которого можно менять по своему вкусу. Левая часть устройства вмещает 12 программируемых переключателей под большой палец. Форма кнопок позволяет находить их без необходимости отрывать взгляд от игры. Также до конца года в России можно будет купить игровой комплект Aris Combo GKC 6000 от компании GAMDS. В него входят клавиатура Aris Essential и высокоточная оптическая мышь Aurea. Клавиатура, в частности, оснащена 11-ю мультимедийными клавишами и трёхцветной пульсирующей подсветкой с тремя регулируемыми уровнями свечения, настраиваемыми под характер игры. Кроме того, дополнительное пространство слева от функциональных клавиш F5-F10 и в области большого пальца решает проблему попадания пальцев на правильные клавиши при интенсивном геймплее. А мышка оснащена шестью смарт-кнопками для стратегического переназначения каждой под специфические игровые макросы, профили, горячие клавиши, элементы управления мультимедийным контентом и тому подобное.